По легенде, внутри крытого футбольного манежа уже находятся террористы и заложники. Террористы выдвинули свои требования. Это один миллион евро и возможность переговоров с иностранным журналистом. В случае невыполнения этих требований, каждые полчаса террористы будут убивать по одному заложнику. Все, следить, никому не требуется! Террористы заминировали футбольный манеж. Четко выстроенного сюжета в учениях нет. Захватчики в любой момент могут изменить ход событий. Думаю, сейчас как возьмем первую часть денег. Предлагаю еще транспорт заказать. Надо как-то выезжать отсюда. Оценив сложившуюся обстановку и возможные последствия террористического акта, начальник УФСБ принимает решение о проведении штурма. В ходе спецоперации захватчики были нейтрализованы, а заложники освобождены. Чтобы доказать свою непричастность к террористам, им придется пройти фильтр-пункт. Всем раненым была оказана медицинская помощь. Отрабатывались навыки блокирования и оцепления объекта, организация дорожного движения, ведение переговоров с террористами, а также проведение боевого мероприятия по нейтрализации террористов и освобождению заложников. Все справились с поставленными целями. Оценка данного мероприятия будет дана на заседание оперативного штаба. Основная цель – не только проверка готовности силовиков и органов местного самоуправления к выполнению оперативно-служебных задач в контртеррористических операциях, но и проверка объектов на антитеррористическую защищенность. Тактические учения проводятся несколько раз в год, в основном в местах массового пребывания людей и объектах социальной инфраструктуры. Алла Белякова, Евгений Михеев, Ольга Кирилова, Область новостей.